Уважаемые телезрители, мы вновь встречаемся с вами в нашей студии первого образовательного канала. С вами я, писатель Александр Владимиров, и мы продолжаем цикл передач, посвященный Новороссии. Очень острая и злободневная тема. Тема, которую, может быть, и поднимать-то, не каждый поймет, почему мы подняли эту тему, но, тем не менее, люди интересуются, люди спрашивают, и мы обязаны ее поднять. Это острую больную тему. А тема следующая. А можно ли и нужно ли сохранять единство Украины? И чтобы ответить на этот вопрос, я пригласил в студию нашего уважаемого гостя. Здравствуйте, Сергей Владимирович Цветков. Я напомню нашим телезрителям, что Сергей Владимирович – это историк, политолог, философ, человек, независимый в своих суждениях. Сергей Владимирович, ну, во-первых, большое спасибо, что Вы пришли к нам в студию, выкрыли свое время. Знаю, что время у Вас бесценное, каждая минута на счету. Но, тем не менее. И сразу вопрос. Так вот, возможно ли сохранение Украины как единого государства? О чем сейчас так часто говорят? Причем говорят и на Западе, и у нас, в России. Чтобы ответить на данный вопрос, я думаю, мы должны окунуться в историю. Украина как единого государства, но даже в историческом плане, никогда не существовала. Это государство было полностью, можно сказать, выписано большевиками после государственного переворота в 1917 году. Территория Украины, она, ну, состоит примерно из четырех различных, как бы, квазиобразований. Это западная область Украины, Закарпатья, которая называет… Галиция? Нет, это именно западная Закарпатская область, в которой проживает преимущественно русское население и венгры, там, большую часть остальных. Ну, то есть, русское население у лица русин. Русин, да. Вот, русины, они себя, в общем-то, считают русским народом, ну, просто суп-этнос определенный. Вот, венгры себя идентифицируют как венгры, то есть, они даже в Ужгороде есть и лицей венгерский, ну, и вот там венгры действительно, вот, они очень компактно проживают. Кстати, главный националист Украины Ярыш, это же, в общем-то, венгерская фамилия. Да, вообще-то, Ярыш, вот, если использовать лингвистически, это не совсем венгерская фамилия. Народ Рош, еще вот библейский, Ирос, да, то есть, это Рош-Рос, это вот, то есть, получается, Я-Рос. С-К-Эш, точно так же, как взять фамилию известного мизантропа Сороса, на самом деле он Гьордж Шорош, его по-венгерски, то есть, пивовар. Вот, поэтому, настоящая фамилия его все-таки Шорош, а не Сорос, поэтому вот здесь С-Ш, вернее, это идет чередование согласных. Вот, поэтому, все-таки, настоящая-то фамилия у него Рос, получается, ну, Рос, да, конечно, то есть, это указывает на то, что это, он стал таким украинским националистом по незнанию, по глупости по своей, скажем так. Так, вот, ну, не будем касаться данной личности, а поговорим... Более серьезные дела, да. Вот это вот примыкает Черкасск, вернее, Черновицкая область, это вообще, скажем так, молдавско-румынская часть населения, вот, непосредственно Галиция, которая состоит из пяти областей, да, и дальше идет, там, на востоке Слобожанщина, да, то есть, это области, примыкающие непосредственно к России, и непосредственно сама Новороссия, которая вообще, как бы, не была никогда вообще Украиной. Это было, в более ранние времена это было Дикое поле, а еще более в ранние времена это были скифско-сарматские степи, да, в которые проживало народы сначала Скиф, потом Сарматы, еще раньше, это были кемерийские земли, да, то есть, Ну, все мы прекрасно понимаем о том, что, к сожалению, русская история очень сильно подверглась во времена правления Романовых правки, и какой-то произошел такой чисто интеллектуальный, искусственный разрыв. Хотя, вы прекрасно понимаете, Александр Павлович, что непосредственно народ не может появиться ниоткуда и никуда исчезнуть не может, если только неполное физическое истребление. А так как сейчас нам в помощь историкам и пришла такая наука ДНК генеалогия, она четко показывает, что вот суперэтнос, который сейчас представляет русский народ, он никуда с этих территорий не уходил и не приходил. Ну, как был, просто менялись различные названия, а так преемственность идет достаточно глубоко, вглубь тысячелетий, даже не веков, а именно тысячелетий. Конечно, я тоже придерживаюсь этой позиции. И, в общем-то, сейчас мы уже чисто вот с генетической точки зрения получаем это подтверждение. Мало того, что сейчас даже ряд народов, которые формально как бы не входят в состав русского народа, но генетически они имеют одну гоплогруппу, то есть R1A1, вот, и это говорит о том, что общие предки были как у нас, так и у них. А кто это конкретно? Ну, скажем так, как ни парадоксально, даже элиты индийского общества, все брахманы имеют вот эту гоплогруппу R1A1. То есть даже это говорит о том, что самое парадоксальное, русское автохтомное население, оно более древнее, чем индийский брахман. То есть примерно там где-то разница от тысячи до полутора тысяч лет. То есть, соответственно, это говорит о том, что именно с территории России, вот, туда пришли арии, ну, точно так же, как бы и в Иране. Но давайте вернемся к нашей теме. Это просто так, да, познавательный момент, который дает какое-то... Да, это вот теперь уже строго с научной точки зрения уже подтверждается. То есть потому что количество вот этих вот мутаций, которые происходят в организме, оно вот именно отслеживает такая наука, как ДНК-генеалогия. И она четко говорит о том, выходцем из какого народа является тот или иной субъект. Вот, поэтому Украина, вот вы понимаете, да, то есть это вообще надерганная, искусственно созданная такая вот... В науке есть понятие Химера, да, то есть это государство Химера. Оно было создано вот из разных этнических областей, да, то есть, как я уже сказал, вот на Украине их четко прослеживается. Мало того, даже в языковом отношении житель Западной Украины отличается от жителей Восточной. Когда они говорят, если они не говорят тут на литературном, так называемом литературном украинском языке, который тоже искусственно был создан, то они будут с трудом понимать друг друга. Это точно так же в Германии прослеживается. Житель Севера практически за баварцем, говорят на разных языках. А литературный немецкий язык, это метршпиль, да, то есть, который основан на берлинском, как бы, таком диалекте немецкого языка. Вот, поэтому так и здесь нету даже вот, а уж о духовном единстве говорить не приходится. Поэтому Украина все свои, ну вот современная часть Украины за всю свою историю, она вот чисто искусственное образование. Потому что, ну, если мы возьмем запорожское казачество, да, которое украинцы пытаются выдавать за свою, как бы, корни, которые украинизма, да, то, прежде всего, все запорожские казаки, они прямо говорили, мы русские. То есть, в литературном отношении Николай Васильевич Гоголь это прекрасно показал в своей просто бессмертной повести «Тарас Бульба». Конечно. Вот, это вот просто-напросто гимн русскому человеку, можно сказать. Вот, и вся вот эта вот так называемая украинская идентичность, она стала создаваться в последние, ну, скажем так, даже не 23 года, а, скажем так, когда в руководстве украинской компартии, там, при Щербицком, да, то есть, стали поднимать тему украинцев, да, очень так сильно. Почему? Потому что, скажем так, Академии наук Украины было дано указание, там, найти корни украинского народа. Вот, ну, а в настоящее время это вообще дошло до того, что был выдуман такой мифический народ Укр, от которых якобы произошли украинцы, хотя ни один исторический источник, доступный нам, не говорит о том, что такой народ вообще существовал, даже протонарод как таковой. Ну, они вообще иногда, украинские историки, договариваются до того, что Адам и Ева были западенцами, или что там, Соломон был западенцем, или кто там, Моисей был западенцем, это точно уже у них все. Ну, скажем так, Цезарь наверняка западенцем Юлий был, что он уже Юлий Цезарь. Ну, да, да. Хотя он из рода Юлиев, а Цезарь, это вообще-то титулатура была его, это не фамилия. Что такое Цезарь? Это русский на работе. Да, нет, ну, когда Юлий Цезарь, так называемый, входил в Рим и Триумвират создал, то актеры шли и показывали вот могущество Юлиев и подтверждали, что Юлии прямые наследники, вот, вышедшие из строя, то есть, троянского царя, прямо, то есть... Да, то есть, это было мощнейшее такое театрализованное представление, и, в общем-то, если существует пословица, что это русское не читается, я не буду говорить, как на латыни она звучит, ну, просто-напросто я отдаю в перевод, то профессор Чудинов это прекрасно показал, что это русское читается и достаточно успешно, причем читается на одном из диалектов русского языка, вот белорусский ближе всего подходит. Ну, да, мы об этом говорили. Да. Ага, давайте все-таки к теме, да, то вернемся. Да, ну, вот здесь вот мы говорим о том, что нету никакого народа, который бы являлся корневым на Украине, а корневым народом является русский народ, что самое парадоксальное. Вот удивительная вещь, смотрите, по идеологическому отношению, скажем так, западные агенты в лице украинской, так называемой, униатской церкви смогли навязать в сознании русских людей, что они не являются русскими, а являются украинцами, да, то есть вот эту вот идею украинизма, так называемую. И русский народ сам в себе разделился. А как в Евангелии сказано, если произошел раскол, то, как говорится, в самом себе, в доме, да, то дом развалится. Вот так же и вот они заложили с одной стороны бомбу под русский народ, да, то есть в его идеологическом как бы развале, но с другой стороны, они же заложили эту бомбу и в государственном отношении, в развал самой Украины, и Украина сейчас начинает разваливаться, она уже разваливается на уровне сознания, скажем так. Часть граждан Украины, как государство, мы должны говорить, не хочет быть в составе России, но в то же время они не хотят быть и под властью, и той оголтелой западноукраинской общественности, да, и тех людей, которые пытаются навязать западноукраинскую... Идеологию. Идеологию, да, для того же самого Киева, для того же самого Слобожанщины, да, для Новороссии. В Новороссии тем более, там вообще-то неприемлемо. Да, а Новороссия, это же практически от румынских границ и до границ России самая большая часть Украины практически, потому что, ну что там Галиция, это пять областей, потом часть вот как бы киевского княжества, который был в составе Польши, да, то есть и Слобожанщина, которая, в общем-то, была такая своего рода территория, которая от России к Польше и от Польши к России переходила. Вот, поэтому, в общем-то, это такая достаточно спорная постоянная территория была, с постоянными стычками. Ну, после того, как Украина присоединилась к России, это была всегда самая такая прорусская часть украинского общества, да, то есть это, вот, поэтому Новороссия в тот момент, это было дикое поле, то есть это была казацкая вольница и та область, которая как бы подвергалась постоянным нападкам со стороны Турции и крымского ханства. Вот, то есть, поэтому Украина-то и как таковое государство, оно действительно, ну, очень условно, и только благодаря большевикам, вот, Украина как государство, хотя в составе Советского Союза, могла сосуществовать. Почему? Потому что, скажем так, в идеологическом отношении тем гражданам, которые проживали на Советского Союза, на территории Украины, было, в общем-то, безразлично, кто там находится у власти, украинцы там, так называемые, или большевистская власть, она пронизывала всю территорию Советского Союза, и этот большевистский гнет был, кстати, наиболее сильно развит именно в русских областях, а вот на окраинах Советского Союза этот гнет был, в общем-то, относительно низким, и многие русские уезжали тогда туда жить, потому что было даже вольготно, мало того, даже более вольготно и экономически более выгодно. Как мы знаем, в Советском Союзе продукты на окраинах стоили дешевле, чем в российских городах, скажем так, РСФСР тогда. Мало того, расценки за один и тот же труд в Российской Федерации были ниже, чем расценки в Закавказье, так вообще там они в 3-4 раза были выше за один и тот же произведенный продукт. В Прибалтике выше было. Да, в Прибалтике, ну, конечно, да, и тогда они говорили, типа, того, что вот вы там, русские, нас объедаете. Да, ну, да, надо посмотреть, кто кого-нибудь дал. Ну, конечно, да. И здесь, в общем-то, вот это вот искусственное образование Украины, оно практически образовалось-то только с распадом Советского Союза. В результате Беловежских соглашений Ельцина, Кравчука и Шушкевича. И то Кравчук, помните, вначале он же боялся. Он боялся, да, мало того, нет, а он даже сказал, что, Борис Николаевич, если вы потребуете Крым, мы даже не будем препятствовать этому. Мало того, я в свое время был приглашен в качестве, ну, одного из экспертов, там была целая группа людей, вот, которые в Госдуме просто-напросто, конкретно тогда Бабурин возглавлял это направление, да, то есть перед ратификацией российско-украинского соглашения, да, вот, мы прямо писали о том, что и говорили, доказывали, что вот эта вот ратификация договора создаст для России как государства в последующем очень большие проблемы. И мы говорили, что ни в коем случае нельзя этот договор ратифицировать. Ну, тогда коммунисты в Госдуме имели большинство, они просто-напросто продавили это соглашение. Но они, наверное, преследовали свои цели. Ну, они, естественно, преследовали... Да, цели, они думали, что придет класс Симоненко, да, и, да, что возникнет единое государство, а вот, как получилось-то? Поэтому здесь тоже тут довольно сложный все вопрос. Они потом, ну, надеялись, а не получилось, видите? Ну, да. Скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос, который, может, действительно, вот всех сейчас волнует. Ну, хорошо. Итак, уже все признали, что Украина – это искусственное образование, что она возникла благодаря Ленину. Кстати, я никак не могу понять логику националистов, когда они рушат памятник Ленину. Он создал им государство. Но почему все-таки вот есть люди, которые держатся так сильно за именно единое государство? Хорошо, уже ясно, что Новороссия никогда не будет жить, ну, скажем, с киевской властью, с Киевом, с другой частью Украины. Причем это уже на уровне, ну, не знаю, какого-то подсознания. Я уже, я часто привожу такой пример. Помните, когда были события в Абхазии и Южной Осетии, да? Я говорил, что уже де-факто, значит, они были что-то 20 лет, даже больше, по-моему, или в районе 20, как независимые. Сейчас уже там ряд государств признал их до юра. То есть 20 с лишним лет Абхазия и Южная Осетия уже не живут в Грузии. Представляете, уже народилось новое поколение. И, представляете, этому новому поколению скажу, да нет, ребята, вы не, так сказать, независимы, а вы живете в составе Грузии. Это же не репость. Точно так же и здесь. Ну, вот будет, например, референдум в Каталонии, предположим, если он будет, да? Ну, наверняка, Каталония, мне почему-то кажется, мне почему-то кажется, что Каталония заявит о выходе из Испании. Ну, Мадрид будет искать какие-то методы, он же не пойдет там бомбить Барселону, правильно? Бросать бомбы на Барселону. Ну, почему здесь такая ситуация? Все дело в том, что, скажем так, Европе невыгодно, скажем так, в своем западном мире внутригосударственные конфликты. Если начнется вот такой конфликт, то заполыхает вся Европа. Пожалуйста, какое государство современное европейское не взять, везде существуют национальные конфликты. Во Франции есть, есть, Корсика. Корсика, да. Фильм, помните, был, когда один из героев взрыв произошел, и он висит на дереве вверх ногами. Говорит, а что ты здесь висишь, моя страна, а где хочу, там мешало французу, убирайтесь, вот, между собой мы разберемся. Вот, Испания, там не один конфликт, там и Андалусия, и... Баски. Да, и Валенсия, да, вот. Во Франции те же самые, то же самое. Поеба, Баска, вернее, страна басков, да, то есть... Нет, там Франция, на юге Франции, там Каталония, каталанцы, то же самое, они потребуют наверняка часть территории, да. Правильно, это же Галиция, Галиция, вот, западноевропейская Галиция, да. Вот, удивительные вещи, какая-то происходит, вот, там, где существует Галиция, там национальные конфликты происходят. Вот у нас на Украине, в Турции то же самое, Галиполя, то есть та же самая часть Галиции, в Израиле часть... Галилея, да. Галилея, это та же самая Галиция, то есть такая... Мировая Галиция, это зона нестабильности, причем это серьезно. Вот, а Германия, пожалуйста, в Баварии очень сильны сепаратистские настроения. Формально Бавария, это присоединившаяся к Германии на добровольной основе государства. Вот, и они, это, во-первых, самая мощная в экономическом отношении часть Германии, да, то есть они могут, если отсоединяться, Германия зашатается. В Италии вообще... А Лига Севера? Лига Севера, Венеция, часть Австрии, Южный Тироль, которые тоже спит и видят, чтобы вернуться в Фатерланд. У меня, кстати, когда супруга была в Венеции, и она задает вопрос гиду, говорит, вот, ну и что-то спросила ее, говорит, вы венецианцы, вы итальянцы? И вдруг она, на нее так гид посмотрел, говорит, мы не итальянцы, мы венецианцы. Да, ну а венецианцы, это вот Венета, да, Венета, вот, поэтому, в общем-то, Франция, Бельгия... В Пламанце, Валуна, да. Да, в Великобритании. Ну да, в Великобритании, да. Да, там практически вся островная часть, вот, хотя сама Великобритания на острове расположена, но Мэн и прочие вот эти вот все острова, которые формально они спят и видят, чтобы... Ну да, в формально Великобритании, ну фактически же эти острова, они являются же независимыми. Независимыми, да, конечно, поэтому, в общем-то, вот мы вот взяли, пожалуйста, и посмотрели. Но там же нет, секундочку, но там же ведь все-таки нет, вот я опять же говорю, да, это проблема, не хотят отделения Каталонии, ни Евросоюз, естественно, ни, там, Франция, которая, она же боится, что каталанцы потребуют часть территории, да. Часть территории, да. Ну да, их формально соединяет Андорра, да, то есть это как, которая часть управляется полгода испанской администрацией, полгода, да, там... Но они же не будут воевать, они же не будут. Не будут, конечно. А вот здесь, почему здесь, вот любым путем не удержать? А это ослабление русского мира. Вот весь парадокс состоит в том, что Западу не нужен мощный русский мир. Если Донбасс, ну, скажем так, Новороссий присоединится в Россию или войдет вот каким-то в экономический союз, пусть будет формально это какое-то независимое государство, но, естественно, будет под мощным политическим, экономическим... Культурным. Культурным. Управлением Россией. Управлением Россией, да, то здесь... Хотя бы косвенно. Да, хотя бы косвенно, то это просто-напросто произойдет усиление русского мира. Вот усиление русского мира и усиление России. И тем самым практически... Ведь смотрите, что самое парадоксальное. Вот эта вот вся разрушенная экономика, она рано или поздно легла бы тяжким бременем на Украину или на Россию, если бы эти земли нашли бы в состав России. Угледобыча, она нужна только для металлургии. Отапливаться газом, это намного экономически более эффективно, вот, и экологически лучше. Плюс к всему, вот эта вот угольная промышленность, Англия же не побоялась отказаться от этого. Они просто-напросто закрыли шахты, потому что это... Нерентабельность. Нерентабельность, да. Или рентабельность настолько низкая, что... Так и здесь. Все равно вот это вот надо было сворачивать. Мало того, практически та промышленность, которая была сосредоточена там, она уже в новом экономической уклад никак не... Не ложится, да. Да, не ложится, не укладывалась. Тавтология, правда, получается. Но она... Надо было и строить с чистого леса, это даже экономически более выгодно, чем делать перепрофилирование. Да, иногда, да. Да. Потому что в это всегда больше вкладывается средств, потому что надо полностью менять все коммуникации, а это все... Перекладывать это все намного дешевле, сделать заново. Просто-напросто поставить цеха, сейчас современные цеха строятся очень быстро, это же легкие конструкции, которые, в общем-то, а эти кирпичные стены там, ну, переделывать, перекраивать, это на все намного сложнее. Ну, хорошо, значит, Новороссия и Украина, они все-таки смогут жить в одном государстве или это навсегда? Это уже навсегда, это уже навсегда по одной простой причине, что просто-напросто менталитет у народа разный, то есть и культурный код разный. В Новороссии сохраняется русский культурный код, а на остальной части территории Украины это все-таки уже такой местечковый западно-украинский культурный код. Вот понимаете, парадокс весь, что Украина, как государство, отрицает свою историю, свое прошлое, свой культурный код самостоятельно. Ну вот, а на чем она будет строить? У нее вот, насколько мне известно, даже Николай Васильевич Гугли для украинцев является иностранным писателем. В школе его изучают как иностранного писателя, да. Да, вообще-то поразительно. Вот, скажите, пожалуйста, ну хорошо, да, только маленькая ремарка, и еще, наверное, помимо разности вот этого культурного кода, еще и, наверное, вот те, то, что наворотили украинцы, да. Ну, кровь, да, кровь уже разлилась, а памятник это, опять-таки, вот за 23 года на Украине появилась новая генерация людей, да, то есть это кто не скачет, тот москаль, да, то есть, ну это же бред просто-напросто. Да, так нет, ну вот это вот зомбирование населения через средства массовой информации очень мощно идет, и людям вдалбливается в голову, что вот вообще враг всего светлого, хорошего и праздничного на Украине – это русские, это москали, да, то есть это вот детям с детского сада уже вдалбливается в голову. И, соответственно, вот эта вот ненависть ко всему русскому, она прогрессирует. А почему это прогрессирует? Да потому что Украина, как государство, не имеет, ну, никаких перспектив на дальнейшее свое историческое развитие. Все дело в том, что, как мне кажется, вот Владимир Вольфович Жириновский, он такой является фронтменом, да, то есть и озвучивает заранее, скажем, такой известные или принятые решения. И он своего рода как бросает камешек в воду и смотрит, как круги будут расходиться. Вот Владимир Вольфович, выполняя такую роль, он умный человек, он делает своего рода таким вот внешнеполитическим, следует на его риторике, как бы, то, что, какая реакция населения будет на его выступление. Да. Вот. И он давно говорил, что Украина, как единое государство, не будет существовать. Он тогда высказал, что пять западноукраинских областей надо передать обратно Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, вернее, да, то есть, как бы, и Закарпатья. Ну, это я слышал, да, это в речи. Да, ну, а все остальное просто-напросто сделать унитарным российским областями, да, то есть, которые будут в составе Российской Федерации. Я думаю, что эти планы все-таки будут иметь под собой место, потому что на самостоятельность просто-напросто киевская власть не может рассчитывать, ну, в силу экономических причин. Вот буквально в течение месяца Украина должна объявить о дефолте, то есть, экономически она уже как самостоятельное государство не будет существовать. Она будет существовать под внешним управлением. Те, кто давали деньги, те будут, соответственно, и управлять экономикой Украины. А, как известно, больше всех в Украину вкладывало денег как раз России, а российские банки, соответственно, потребуют возврат вложенных средств. В культурном отношении Украина не может до сих пор выработать свой культурный код. Ну, кто не скажет, что от Москвы это не культурный код. Да, конечно. Вы понимаете, а где культура украинская в тех замечательных, душевных украинских песнях? Ну, это не культура. Вернее, это культура, но это культура совершенно другая, песенная. А где интеллектуальные мысли украинские, ее просто-напросто нет. Не на чем строить культурный код для дальнейшего развития будущего. Русский код присутствует. Ведь в свое время был произведен такой эксперимент, да, то есть украинцам раздали, гражданам украинам раздали вопросы, на которые они должны были ответить. Ну, какие-то там были заданы вопросы, и для соблюдения определенной толерантности, чтобы человеку было легче разобраться, на украинском и на русском языке напечатали один и тот же вопрос. Так 83% даже среди тех, кто считает себя украинцем, отвечали именно на русском языке. Вот уровень русскости на Украине. Где Ценек признается, что он с женой дома на русском разговаривает? Нет, тот же самый Порошенко тоже с женой дома говорят на русском языке. То есть это политика украинизации, она вовне. То есть даже дикторы на телевидении начинают передачу и заканчивают на украинском языке. Сергей Иванович, у нас уже не так много времени встает. Скажите, пожалуйста, вот еще несколько вопросов. Хорошо, ну а вот в случае наступления холодов, что будет на Украине? Как, значит, вопрос целостность будет вот с этим фактором сочетаться? Потому что ведь наступит, если наступит коллапс, а он уже практически там наступил, а во время холодов эта проблема еще более усилится. Обостриться. То есть возникнет очень серьезная проблема между властью и населением. И мы как-то уже говорили, что в некоторых, например, в западных областях, уже когда человеку нужно решить какую-то проблему, он уже идет не к милиции, а в правый сектор, предположим, или в другой там какую-нибудь нацгвардию. То есть это просто я на данные нашего же собственного телевидения ссылаюсь. То есть получается, что центральная власть настолько ослабела, это вот один вопрос, и сможет ли она в этих условиях вообще что-то сохранить? Когда, например, уже венгры, например, в Закарпатте говорят, мы хотим Венгрию и так далее. И второе... Нет, мало того, все венгры получили удивительные вещи, венгерские паспорта. Мало того, даже часть русинов, которые венгерского языка не знают, ну, в хороших дружественных отношениях с соседями венграми находятся, те рекомендуют и говорят, ну, он типа того, этнический венгр, там, давайте им дадим... То есть даже вот такая вот вещь происходит, то есть получают уже венгерские паспорта. То есть никто не желает быть украинцем, кроме вот этих упертых людей с правосектора, ОНАО, ОНСО и вот некоторых бывших комсомольских деятелей, которые вообще безнационалы. Вот давайте будем говорить. Это люди, вот им скажут, что завтра вы будете такой-то национальности. И они скажут, есть, все хорошо, мы будем такой. То есть скажут, будь там жителями Родезии, будем мы жителями Родезии. Она так образно говорит. Причем сами украинцы, они, вот украинская власть, украинская власть, они говорят, ну, вот смотрите, например, если взять Россию, там есть, скажем, консерваторы, там либералы, там сторонники Путина, противники Путина, но и те, и другие кричат, мы за Россию, мы хотим жить в России, мы любим Россию. А у нас, ну, то, что происходит, это, в принципе, я считаю, нормально. В любой стране мира есть социалисты, там, коммунисты, там, демократы, фашисты, кто угодно. Но каждый по-своему любит, там, свою страну. А в Украине что получается? Они не хотят жить в этой стране. Они сутплакаты, где написано, Украина, ты нам нас-то хорошела. Вот, это вот один момент. И второй момент, все-таки вот этот вопрос, а как вот будут развиваться отношения в других городах, в других районах, Новороссии, там, а мы можем тоже территорию назвать Новороссия, например, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Одесская, Николаевская область. У меня одна девочка знакомая, она жила когда-то в Херсоне, она приехала сюда, в Москву, она говорит, ты помнишь, Гоголя, Херсонский помещик? Говорит, ну, с какой стать? Ну, в Гоголе, говорит, почитай, это русская территория, Каноздрев, помните, смеется. Херсонский помещик, Татчичиков. Поэтому, значит, вот как будет развиваться? Только, узнаете, время у нас остается очень не так много, пожалуйста, вот, по возможности более кратко ответить. Ну, какое-то время еще, скажем так, в Новороссии будет идти бурление и деление, вот, и мне кажется, что постепенно область за областью будет просто-напросто от Украины отваливаться и входить в так называемую Большую Новороссию, вот, я думаю, что в ближайшее время от Украины отвалится Харьковская область, кусок Запорожской области отойдет к Новороссии, и дальше по мере усиления экономических трудностей на Украине этот процесс будет лавинообразный. Я планирую, что в 2015 году от Украины останется, может быть, только Западноукраинские области и прилегающие к ним, это вот Житомирская, Хмельницкая области, вот эти вот, которые, в общем-то, где процент украинского населения выше, а вот это вот уже Киевская, Полтавская, Сумская, они отойдут, войдут в состав Новороссии. Хорошо, но есть же такие люди на Украине, как там Коломойский и другие, у которых свои армии, которые будут этому препятствовать, и Запад будут препятствовать этому. Ну, все дело в том, что Коломойский уже по отношению к центральной власти ведет серьезную сепаратистскую политику, он хочет создать, ну, какое-то свое квази-государство, где он будет хозяином, ну, практически он уже... Батькой Махно, ну, не Батькой Махно, он как раз хочет создать свое такое олигархическое государство, где просто-напросто будет пройти он и его ближайшее окружение. Вот, и это, скорее всего, будет входить в него часть Запорожской области, и вот Криворожский бассейн он подминает под себя. Но они же будут тоже как-то препятствовать созданию Новороссии? Да, они препятствуют, но весь вопрос в том, что экономическая ситуация на Украине настолько, ну, просто катастрофическая. Уж в столице практически горячей воды нету, отопление до сих пор еще не включили, хотя уже на Украине начинаются холодные ночи и дни достаточно прохладные. Вот, плюс к всему, гривна падает, покупательная способность ее точно так же, ну, в три раза практически гривна упала. Если раньше было 5 долларов за одну гривну, вернее, 1 доллар за 5 гривен, да, было, то сейчас уже к 15 подходит, то есть гривен за 1 доллар. Вот, ну, и плюс к всему, даже банковская система Украины находится в полном, ну, коллапсе. Почему? Потому что люди не могут забрать свои сбережения из банков, потому что у банков уже этих денег нету. Там, плюс к всему, обмен 200 долларов в день только можно осуществить. Ну, люди стремятся хотя бы вот избавиться от гривен, которые ничего уже не стоят. Ну, это как у нас в 92-м году было, когда обвал рубля произошел, вот такой, катастрофический. Алексей Ильич, большое спасибо за то, что вы выкроили время, пришли к нам и сделали такое сообщение. Кто-то, может быть, с ним поспорит, кто-то, наверное, согласится, но... Но я думаю, что это... Да, жизнь покажет. Вспори рождается истина. Да, жизнь покажет. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы попрощаемся. Всего вам доброго и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok